МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Я сегодня к Оле в магазин приехала. Нужно мне порадовать себя какими-то обновками к Новому году. Ну и у нас новинки в магазине. Инесса тоже приехала посмотреть на новые ниточки, новые ткани. Вот я только получила, еще не все разобрала даже. Будем вместе разбирать. Оля новые нитки получила. Мы хотим их протестировать. Сейчас вас тоже познакомим. Да, будем, прям попробуем повышевать, потому что это новинка. Только пришла, сами еще никто не пробовали, не вышивали. Такие вот новые ниточки. ДМС Этуаль. Вот такие наборы ДМС Этуаль, 35 штук. Под заказ привозим. В них еще 4 схемы. Две схемы крестом и две схемы шовчиковые. Ну, простые там какие-то. Здесь вот мы одну только видим. И органайзеры. Тоже, я так понимаю, на 35 цветов. Вот такие вот маленькие коробочки. По 6 штук они запакованы. Такие вот цвета. Не знаю, видно вам, не видно, как они переливаются. Сама ниточка, вот я уже вытащила белый моточек. Хочу сейчас попробовать вам показать. Самой попробовать, как они ими вышивать. На ощупь как будто вот шерстяные. Они какие-то мягкие такие вот, воздушные. Вот. Нить делится на 6. Вот вы видите. А вообще это хлопок, да? Хлопок. Не 100%. Там 73 хлопок и 27 люрекс. То есть, вот посмотрите, люрекс, он вкручен в ниточку. То есть, он не отдельно сам по себе живет, а внутри нити. Вот сейчас посмотрим, как это в работе. В принципе, вот кончики так махрятся немножко. Как вот вставляться в иголку будет. Сейчас посмотрим. Давай протестируем. Это твоя работа, да, Оль? Да, вот я ее как раз приостановила. Вот видишь, вообще идет белый цвет здесь. Б5200. Вот снег я вышла. А на веточках я уже оставила. Хочу попробовать этим цветом. Насколько это будет реально блестеть. Не будет ли это серым выглядеть, да? Как бы моточек кажется, что вот он сероватый. Как в работе? Сейчас посмотрим с тобой. Смотрите, вставила я одну ниточку петелкой. Знаешь, что интересно? Я тоже говорю петелка. Меня поправляли петельку. У нас в Оренбурге-то не я одна, так говорю. Ну вот. Так вот. У нас свой говор. Я, так как вот у меня закреплены пяльцы, да, я вставляю и будем сейчас закреплять из узелка, да. Таким образом. Вот не знаю, даст она нам или нет. Попробуем. Ну тут еще и 36-й каунт, поэтому крестик миленький. Так, вот она у нас. Ну они так мохнатенькие, они ложатся как шерсть. Да. Хотя написано, что в составе хлопок и люрекс. Я тебе мешаю? Нет, нет, абсолютно, да. Ну мы вот сейчас сделаем несколько крестиков. Как раз тут у нас схема даже особо не нужна, потому что уже я подготовила местечко для белого цвета. Посмотрим, есть ли эффект вот этот вот. Или все-таки вышивать цветом B5200. Она, кстати, не очень отличается от твоего цвета, который был раньше. Ну вообще блестит, да, вот. По тону он такой же точно, как вот тот цвет, да? А ложатся, в общем-то, смотри, нормально. Да, вот в работе не это. Не путаются, не перекручиваются. Я ниточку не сильно длинную отрезала, но как бы у меня тут и отрезок небольшой. Вот, видишь, вот мы видим вот этот вот сейчас люрекс вот здесь вот, да? Ну, не отслаивается. Ну, как раз сверху лег прямо вдоль стежка. Сама давно на 36-м не вышивала. Тут на пластиковой конве все шарики доделывала. Глаз привыкает к мелкому. Я вообще не могу на такую мелкую швес. Ну, в принципе, вот он, мы довышивали участок, то, что должно было быть здесь белым, вышито. Дальше уже я переходить не буду, потому что надо уже на схему смотреть. Но блеск виден, да? Слишком много света все-таки. Ну, в общем, я думаю, что я буду этим вышивать. Вот сама ты, да? Нет, вообще блеск есть. Прям как будто снежинки блестят. Вот реально снег классно вышивать. Хоть и на камере это, возможно, не видно. Ну, не видно, да. Вот я смотрю через... Но так вот зрительно очень отличается. Мне намного больше нравится вот этот эффект, чем вот тот, который был. До этого просто был голубой цвет, а сейчас реально снег. Так что я думаю, что елочка украсится, да, вот эти ниточки. Какой это номер? Ну, это бланк. Вообще номера у них совпадают полностью с номерами вот артикул 117, который, ну, обычный хлопковый. У этого артикул 617. Вот. И вот бланк, он просто бланк, а остальные номера, они... Вот у них идет как префикс С. И потом номер 699 также есть в палитре ДМС. Потом вот здесь, например, 900, 900, он тоже есть в палитре ДМС. Но он с литерой С. У тебя уже на сайте есть эти нитки? Да, я их выложила уже для заказа. Ссылочка на сайт под видео будет. Ну, вот если пакет не бликует, можно посмотреть, что номерочки вот совпадают. 318, 415. Они, то есть, в один в один повторяют, только буковка С впереди. Оль, ну так тебе в работе понравились они? Твои ощущения? Да, понравились. Не путаются, ложатся ровно. Ну, прям, я же видела, что некоторые стежочки, прям получился люрекс сверху, и прям уже эффект. Не просто там маленький блеск, а такая вот полосочка. Мы думали, сильно махриться они будут. Нет, нормально. Нет, нет. Нормально. Наверное, так вот сейчас видно, да, блеск, нет? Да. Так что, пробуйте. Оля, а как закрепляешь ниточку? Ну, здесь вот я под стежками закрепляю. Просто протягиваешь под стежком и все? Да, ну, под два там, где три. Опять же, стараюсь, чтобы вдоль этого цвета не на другом цвете. Мне удобнее всего кусачками пользоваться. Я, в принципе, так же, но я, бывает, немножечко обматываю вот вокруг соседней нити. Мне всегда кажется, что оно вылезло. С Новым Годом! Елочку Оля нарядила своими игрушечками рукодельными. Оля, а ты не по бумажной схеме вышиваешь? Нет. Вот так вот с ноутбука, да? Ну, по-всякому. Если наборы, то по бумажным схемам. Ну, в основном распечатываю, если это не этот, не пэттенмейкер. Вот елочку сейчас по пэттенмейкер вышиваю, поэтому там проще. Я могу выделить цвет, вот. Вот видишь, у меня сейчас вот белым выделено. Солнышко тут вот такое есть. Вот так все цвета, все символы. А подносишь к определенному символу, выделяешь его здесь и потом нажимаешь. Вот мы только этот символ выделим у нас. Номер цвета подписан 747. Мне так удобнее. А потом можно масштаб увеличить, как тебе удобнее. Вот он уже больше. Вот он меньше. А я по старинке на бумажечке. Оль, а я видела у тебя новогодняя акция, большая распродажа. Да, с 24-го, то есть с сегодняшнего числа по 31-е. Все наборы, которые на сайте отмечены в наличии, со скидкой 30%. Ес. Сейчас я себе возьму. Приходите, покупайте. Так, мне надо хрюшку. Я возьму у тебя сегодня хрюшку. Мне тоже такую надо. Смотри, денежная, видишь? Да, вот жалко, две из них не получается. Да, как я шарики вышла, у меня два. А тут будет неэстетично смотреться. Да, эту еще возьму, мне на подарок надо. И вот эта подушка мне давно, она нравится. Правда, я на льне еще не вышивала. Но здесь лен крупный. Да. Мне кажется, тебе хорошо будет видно, да. Вообще интересно, вот эта вот передняя сторона комбинируется, а задняя оказывается совсем другая. И здесь в набор вот входят задние. И обратите внимание, что Мария Искусница это единственный производитель, кто комплектует полностью. То есть у вас и декоративные элементы уже для подушки есть, и ткани, и задник. Да-да, вот именно это мне и понравилось, что не надо подбирать, что все здесь есть. И особенно вот эти шарики, которыми мои кошечки с удовольствием будут играть. Да, я, кстати, уже переживаю. Ну ничего, ладно. Если даже сама не вышлю, я кому-нибудь подарю. В принципе, очень нравятся мне от Марии наборы. Такой подарочной упаковки. Для подарка тоже. И нитки в работе очень хорошо себя ведут. Да, мне финка ниточки понравились. Я же тоже вот сейчас уже кофейную феерию сколько практически вышла. Очень хорошо в работе. Ты видела в инстаграме пошел флешмоб? Я вышью в 2019-м. Планы? Да, планы. А я еще не видела. Не видела? Вот сейчас я хочу свои планы показать. Меня все время спрашивают, а ты что себе хомячишь? Сколько у тебя в хомячьей норке? Я всегда говорю, у меня магазин в хомячьей норке. Когда хочу, тогда беру, что мне надо. Главный мой план – это елочка, вот эта вот, которую мы здесь представляем. Потом у меня незаконченный должок перед мамой. Я ей подарок так и не закончила. Кофейную феерию. Чуть-чуть побольше уже сейчас вышло. Ну вот, осталось прям один лист и чуть-чуть еще. Потом у меня в планах вот эти вот домики. Вообще, по-хорошему, их бы к Пасхе успеть вышить. Но ты сама понимаешь, что это только планы. У меня такие тоже укомплектованы в набор домиков. Ну, знаешь, вот у меня давно я очень цветы не вышивала. И мне кажется, что вот, наверное, вот этот гиацинт у меня будет одним из первых цветов за последнее время. У меня очень мало цветов. Вот это сердце мне очень нравится. Уже давно тоже и ткань лежит на него. Ну, вот как-то оно мне запало. Не сказать, что что-то в нем такое, но у меня девочки в совместнике вышивали. В одноклассниках уже это был год. В начале года, 26 февраля, очень довольные результаты мы остались. Много вариантов. Вот даже могу показать, вот сколько тут было фотографий выложено. И еще у меня захомячена вот такая схема. Это Дарья Мостракова, если я не ошибаюсь. Это называется яблочный пирог. Насколько я понимаю, тут вот практически полная зашивка. Готовую я видела уже в Инстаграме сфотографированную. Ну, интересно. Получается, что процесс Фьяма показал, да, мои планы. Но ты же сама понимаешь, что наши планы часто рушатся. То производители нам что-то интересненькое подбросят. То какую-нибудь схемку кто-нибудь новенькую нарисует. То в авантюру в какую-нибудь вяжешься. Ну, у меня, как правило, авантюры это шовчиковые. Вот к Новому году я по игрушечке, по какой-то шовчикам стараюсь вышивать. Ну, это чтобы не забыть навык. Ну, и поэтому планы могут немножко сдвинуться. Насколько я посчитала, в 2018-м я закончила 8 работ. Ну, не сказать, что много, но некоторые из них масштабные были. Так что всем желаю успехов в 2019-м. Спасибо тебе тоже. Оля, 30% на все, да? Да, на наборы, которые мы нечем. Так, тут еще ведь много осталось. Кроме того, что я купила. Еще тут много, что можно выбрать. Так, ну, у меня есть. Вот игрушечки у меня есть такие. О, подушка от РТО. Вот это новинка подушка от РТО? Нет, это не новинка. Не новинка? Нет. Просто вот она яркая. Это я только что увидела ее. Понятно. Вот этих еще я молодоженов не видела. От жарптика. От щелкунчика. Щелкунчика. От щелкунчика видела. Немножко у него зубки как-то. Ужасают. Ну, так извини, ты вспомни. Ультики он тоже такой. Да. Хоть и добрый был, но страшненький. Оля, а у тебя еще рамочки теперь есть в продаже? Это по размерам уже просто сделаны. Готовы. И со стеклом в основном все. По-моему, одна тут, кто без стекла, остальные все со стеклом. Кто любит сам оформлять. А я и не видела, что у тебя рамочки прикидут. Вот это вот, наверное, без стекла. Нет, она со стеклом, но она вот деревянная. Остальные все пластиковые. Подарочек тебе, сувенирчик. К Новому году. Спасибо. Вот эту девчушку-то возьму. Немножко я вам показала, как я вышиваю. Конечно, тут всего 10 крестиков, наверное, сделали. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. И тебе, Оль, спасибо большое за то, что ты нас рада. Пользуешься своими работами, новинками. И помогаешь мне снимать видео для канала. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok